Ютуб, давай договоримся, я делаю обзор на Чиполина, а ты мне не даёшь страйк на это видео, как в прошлом году на Монстре на острове дал, окей? Всем привет, с вами Монг, и сегодня я буду делать обзор на Чиполина. Автор этого персонажа, так сказать, и вообще этой сказки, Джани Радари. Если вы проходили это в школе, то поздравляю, потому что я проходила это ещё в начальных классах, и я до сих пор это помню. Так вот, вчера и сегодня я внимательно пересмотрел этот мультик. И такой думаю, а не сделает ли мне обзор на этот мультфильм? Как раз для разнообразия контента, а вдруг он зайдёт. Ну, посмотрим, короче. Весь мультфильм я, конечно, показывать не буду, я буду только определённые моменты, где я нашёл ляпы, но если я где-то какие-то ляпы пропустил, то вы мне напишите в комментариях, пожалуйста, и в следующий раз я их озвучу и прокомментирую. И отыщу, конечно же. Ну, поехали. Спасибо вам, профессор. Чаполина, как это у тебя получается? Говорить спасибо вам, профессор, но при этом не двигая ртом. Взять бы много кирпичей, штук примерно пять. Вот бы вышел славный дом, только где их взять, а? Я, конечно, понимаю, что некоторые художники-мультипликаторы рисуют персонажем четыре пальца для удобства, но в песне говорится, взять бы много кирпичей, штук примерно пять, а пальца только четыре. Ну, ладно, допустим, мы же всё равно понимаем, что это художники-мультипликаторы для удобства рисуют так. А разве у этой вишни, которая в более светлом платье, платье не должно быть светло-серым? Хотя такой приятный цвет, приятный. Мне нравится, кстати. Ей подходит такое более светло-фиолетовое платье. Лучше бы такое сделали, но серое тоже неплохо. Вот в этом моменте, это, конечно, не ляп, но я это просто так сюда вставлю. Короче, когда они говорили, немедленно же уезжаем отсюда за границу, мне всегда слышалось, немедленно уезжаем отсюда за биральницу. Какую нафиг забиральницу? За границу, господи. Ну, на самом деле, они просто говорят, немедленно же уезжаем отсюда за границу. Вот, если неправильно послушать, то реально послышится за биральницу, а не за границу, господи. А где бредо? А где земляничка? Лишенька! Сейчас же забирайся! Дело. Мы уезжаем! А теперь платье вообще какое-то ближе к розовому. Серо-буро-малиновое, короче. Чувак, а тебя вообще не смущает то, что рядом с тобой стоит преступник, которого вы, блин, ищете? И какая-то, блин, груша, скрипач играет на половинке груши. Тебя вообще не смущает? Короче, чуваку плевать, его вообще ничего не смущает. Короче, я лимон по жизни. И скажу по чесноку, я когда в детстве смотрел этот мультик, я всегда думала, что это не лимоны, а огурцы. Эм, кактус, я советую тебе сходить к окулисту, потому что ты не в решетку просунул эту пилку, а между дверью и стеной, а там бы оно вообще не пролезло. Чиполлино должен был, по сути, вылезти на улицу, а не в тюрьму, потому что всегда окна в тюрьме ведут на улицу. Короче, в итоге я нашел 7 ляпов, точнее 8. Просто один я сюда забыл внести, это с домиком тыквы. Там, короче, вот этот момент, посмотрите, там, где виноград пришел, принес еще один кирпич тыкве, а тыква на тот момент уже заселился в свой дом, и когда к нему подъезжает сеньор Помидор, там возле ноги тыквы появляется дощечка, с помощью которой он потом закрылся, чтобы его не достали. А когда виноград был рядом с тыквой, то этой дощечки не было. И да, кстати, некоторые моменты, например, как я говорил, короче, там, где я думал, то, что вишни говорят не за границу, а за биральницу, и вот это про то, что я думал, что лимоны это огурцы, эти моменты они не считаются за ляпы. Я просто, так сказать, сказал свое мнение, как я думал. Ну, будем надеяться, что за это видео мне ютуб по шапке не даст. Ну, с вами был Монг, подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Всем удачи и всем пока!